Праздник Господний И то, что говорил здесь апостол Павел, чтобы Господь просветил очи сердца вашего, то я хочу, чтобы каждый из нас мог произносить, Господь, Ты просвещающий очи моего сердца. Мы не просим о ком-то только, мы просим за себя лично, и в течение этой недели мы будем умножать зрение для наших глаз. И поэтому здесь апостол Павел, вот этот текст, который я сейчас уже сказала, просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его, и какое богатство славного наследия его для святых, и как безмерно величие могущества его в нас, верующих по действию державной силы его. Можно будет прочитывать до конца, и нужно до конца. Сейчас я хочу здесь, вот на этих потрясающих словах, остановить наше внимание для старта, чтобы мы пошли дальше. Безмерно величие могущества его в нас. Скажите, можно ли познать вот такую меру могущества? Открыть темницы, отпустить измученных на свободу, дать доступ к святилищу, дать доступ к ковчегу Нового Завета. И Господь имеет в виду, что Он через церковь это определил, и что мы это можем осуществлять. И вдруг церковь, которая начинает верить в ложь, или отдельно взятые люди, которые и составляют по большому счету церковь, начинают верить в ложь, что да это не меня касается, да это уже давно прошедший этап. Тогда это имело место, исцеление, освобождение, молитва там в пророческих дарах и так далее. Но не сегодня. Сегодня век стареет, беззаконие умножается и найдет ли веру на земле и так далее. Много людей, оправдающих текстов, ищут для себя. Но вы знаете, я хочу сказать, даже тогда, когда мы читаем подобного рода тексты, я хочу и свое, и ваше внимание обратить на то, что есть некая такая вилка натяжения. Ни одна стрела не пускается без натянутого лука. Поэтому для того, чтобы слово, оно стало лететь и очень мощно, надо найти тексты, которые могут противопоставляться одно другому, и тем самым натянуть лук. И вот в частности, найду ли веру на земле, мы можем смириться с этим текстом и сказать, Господь, ну, наверное, я сегодня имею хотя бы вот такую небольшую веру, которая ведет меня на небеса, и достаточно мне. А он говорит, как бы я желал, чтобы этот огонь уже возгорелся. Он тогда об этом ходатайствовал и молился, и ждал, и сказал, что последнее время, и залью вот этот дождь благоволения, дождь благодати на всякую плоть, перед тем, когда будет день судный, я это сделаю. Вот оно, друзья, натяжное место, противоположное место. Кто на какое обратит внимание, кому легче поддаться тому, что веры не найдет на земле, ну и ладно, и я буду одним из тех, либо кому-то, который воссияет, как светило на твердии небесной, потому что ты сказал, что обративших многие правде загорятся, как звезды, навеки и навсегда. Кем ты выбираешь быть? Поэтому, говоря сегодня о послании к ефесянам, да просветит Господь очи нашего сердца, чтобы даже тогда, когда тексты Писания, которые мы слышим, и они нас сегодня могут расслабить, а я скажу, Господь, а какое еще место есть, противоположное этому для нашего времени? Помните, я как-то свидетельствовал о том, что последние будут первые, первые, последними. Господи, как так? Я не хочу быть в числе первых, которые оказываются последними. Что ты мне скажешь по этому поводу? И Господь дает то, что Он хочет сказать лично для тебя, если у тебя такой вопрос возник. Поэтому я желаю, друзья, чтобы мы сегодня, говоря о том, чтобы очи сердца просветил Господь, Он указал на ту ложь, в которую мы поверили, и, соответственно, остановились. Где-то остановились, не двинулись дальше. И потому сегодня, когда мы говорим о таком празднике, удивительном празднике, одном из праздников Господних, это праздник Труп. Для чего, в принципе, праздники имели место в истории израильского народа? Если они Господни, то точно у Бога есть своя цель. И смысл от этих праздников – это общение, потому что каждый раз, Он говорил, будет священное собрание. 23 глава книги Левита, вы можете дома прочитать ее подробно, там описаны все праздники, которые Бог назвал для себя, которые Он определил и сказал, вот это праздники, которые вам надо праздновать. И, как я уже сказала, они были подразделены на весенние и на осенние. И тот Новый год, Роша-Шана, который сегодня празднуют евреи, для меня это тоже было удивительно, друзья, но оказывается, вот как-то странно, у евреев все по-своему. У них день, первый месяц считается Ниссан, месяц Пасхи. Первый месяц Пасхи, а Новый год в сентябре. Вот это по-еврейски. Но надо сказать, что у них Новый год не был от начала праздником труп. Они потом это наложили. А почему? Потому что они не могли до конца понять, что же это за праздник. Если праздник Пасхи весной понятен, праздник опресноков понятен, праздник первого плода понятен, потому что они вышли из Египта, потому что они собирали жатву, потому что Бог сказал, что ты найдешь благоволение, если будешь в моем лице, если ты принесешь мне первый сноб. Но вот наступает праздник труп, а тут непонятно, что это за праздник. О каком празднике речь? О каких трубах вообще? Потому что это праздник будущего. Хотя и праздник Пасхи для них тоже праздником был будущего, но они до сих пор празднуют только выход из Египта, из прошлого. Хотя это тоже Богом было предназначено, как возвещение Агнца, который будет дан, опресноки, которые будут принесены в его лице, и первый плод, который он был вознесен, и еще сошествие Духа Святого. Вот это все были будущие события, но для евреев они были понятны как события прошлого, поэтому они хорошо их отпраздновали и веселились тому, что они уже сегодня не в Египте. Но праздник труп – это открытие нового сезона, это открытие будущего. И поэтому вы знаете, что когда мы читаем книгу «Откровения», то семь труп – это о чем речь? Речь о изменениях, которые придут в общество через те трубы, которые прозвучат. Вот для меня это было новостью. Три тысячи лет назад они уже существовали, трубы, и преуспели больше всего в этих трубах армия Рима. У них было 43 сигнала, трубных 43 сигнала. И как вы знаете, апостол Павел говорит о том, чтобы нам не перепутать. Если тот, кто является трубачом, будет трубить невнятно, то есть можно сказать непростительный грех, невнятно труба протрубить, то кто будет готовиться к сражению? Значит, у трубы определенное предназначение, чтобы готовились к каким-то событиям. Представьте себе армию в 10 тысяч или в 20 тысяч солдат, которые вдруг услышали невнятный звук. Им что надо? Нападать, отступать, идти на обед или лечь спать. И вся армия в недоумении. Что им делать? Невнятный звук никого не побудет конкретным действием. Поэтому, когда Господь говорил о празднике труб, Он говорил о каком-то событии, которое произойдет в истории, к которому надо быть готовым. И потому перечень праздников, которые стоят вот здесь, в это последнее время, или в осенний период, как о последнем времени идет речь, о пришествии Иисуса Христа второй раз. Все весенние праздники о Его пришествии первый раз, все осенние праздники о Его приходе второй раз на землю. Так вот, первый праздник, вот в этом перечне, это праздник труб. И что мы с вами читаем, когда мы говорим об апостоле Павле? Что он говорит нам о трубах? Первое послание официал Никитцам. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встретения Господу, на воздухе и так всегда с Господом будем». Вот это одно из мест, которые многие христиане как-то иногда обходят стороной, потому что здесь идет речь о вознесении церкви. Здесь идет речь о взятии от земли в момент, когда труба прогремит. Причем труба последняя, значит седьмая. Если кто из вас обращает внимание на события в Откровении, то здесь не о первой, не второй, не о третьей трубе, а о седьмой трубе. Еще одно место из Откровения. «Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вас трубит, совершится тайна Божья, как он благовествовал рабам своим пророкам». Вот тайна Божья о вознесении церкви. Она произойдет после седьмой трубы. Еще один текст из 1 Коринфина. «Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вас трубят, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Вот это событие, друзья, которое нас ожидает. И нам важно этот праздник знать. Праздник труб. Потому что у нас с вами сегодня Господь нас к чему-то готовит. И если мы этот звук пропускаем, то мы тогда и не понимаем, как и к чему готовиться. Помните, когда Иисус Навин должен был выходить и забирать уже землю обетования. Первое, что сказал Ему Господь, «Передай народу, осветитесь, ибо завтра я совершу среди вас чудеса». Иисус Навин, 3 глава, 5 стих. «Осветитесь, ибо завтра я совершу среди вас чудеса». Поэтому для того, чтобы чудеса стали нормой жизни христианства, для того, чтобы чудеса стали работать в нашей с вами жизни, нам надо знать, что такое освящение. Поэтому есть еще один праздник, который стоит рядышком. Это день искупления, искупления народа израильского, когда они, наконец, примут Мессию. И этот праздник стоит рядом. И между так называемые дни трепета. Дни трепета, когда 10 дней они молятся о прощении, когда 10 дней они ходят пред лицом Бога и говорят, «Господь, а что ты еще мне напомнишь? За что мне надо покаяться и у кого попросить прощения?» Оказывается, в практике и в определенного рода в культуре Израиля есть три понятия прощения. Слиха, извинения, когда просто просишь, искренне просишь прощения за какое-то сделанное неправильное дело. Мехила, то есть прощение, когда надо восстановить отношения до того, как ты обидел человека. И просишь, а могут ли наши отношения с тобой восстановиться так же, как были раньше? Это следующий уровень прощения. И самый сильный, это каппара или каппара, не знаю, как вставить правильное ударение, это искупление. И вы знаете, друзья, что самое сильное, как вы понимаете, это тогда, когда все твои грехи прощены, искуплены. И вот этот вот праздник Йом-Кипур, это праздник искупления, это праздник, в который произошли интересные вещи. Опять же, слышала одного историка, который рассказывал о том, что происходило раньше в момент, когда приносили козла отпущение, когда вот перекладывали на него грехи нации, народа, и когда его отпускали в пустыню, а еще такой был опыт, когда сбрасывали со скалы, чтобы точно знать, что он умер. И тогда, когда это происходило, привязанная нить, красная нить к дверям храма, к очень большим дверям храма, она после этого акта сброшенного козла становилась белой. Из красной превращалась в белую. Но что произошло после 30-х годов, когда Иисус уже умер? Оказывается, что эту же ленту еще 40 лет привязывали к дверям храма, потому что он был разрушен только в 70-м году. Еще 40 лет привязывали, но больше ни разу она не стала белой. Для всех это было потрясением. Почему? Почему грехи наши не прощаются? Потому что искупление уже брал не козел и не агнец в физическом мире, а Иисус, который стал этой заместительной жертвой искупления. Вот кто единственный может взять грех всего мира. И вы знаете, друзья, что еще является сильнейшим посланием искупительной жертвы? Это тогда, когда будет судный день. И вот в этот судный день написано, что перед самым последним судным днем Бог и зальет от Духа Своего на всякую плоть. Он говорит о каких-то предшествующих событиях, но судный день он будет. Что это за судный день? Когда каждый из нас будет стоять пред Божьим престолом. И что надо будет сказать? Какой вопрос будет каждому задан? Я сейчас хочу обратиться ко всем людям, которые уже во Христе, либо которые еще не во Христе, которые еще не уверены в своем спасении. Но вот этот вопрос нам надо запомнить. Вопрос, который будет задан каждому. Кто заплатит за твои грехи? Нисколько ты согрешил. Никакой вес этих грехов. Никакое количество. А кто заплатит за твои грехи? Если человек скажет, я сам это сделаю. Это самый неправильный ответ, который можно только дать в этот момент. Когда захочет человек себя сравнить с кем-то и сказать, да я не хуже другого. Нет, друзья. Если мы с вами реально понимаем, когда произошло наше преображение. Когда произошло наше рождение свыше. Например, то, что касается моей жизни, я могу сказать, Иисус, в 12 лет я отдала тебе свою жизнь. И вот потому я могу сказать, ты заплатил за мои грехи. Малые или большие. Но я точно знаю, когда это произошло. Когда этот обмен произошел. Поэтому день искупления, друзья, для нас это тоже данный момент праздника. Когда мы можем не просто веселиться и радоваться в празднике, а когда мы можем говорить, Господь, я осознаю такую огромную потребность во взаимоотношениях с Тобой. Я осознаю огромную потребность в звуке трубы, который звучит. И говорит, просмотри свои взаимоотношения со мной, самим собой, с другими. И то, что в чем надо тебе по-человечески принести покаяние, сделай это. Не откладывай это на завтра, если ты можешь сделать это сегодня. Но то, что я могу только сделать, не пытайся это делать сам. Благодати моей достаточно. Я проложил этот путь. И потому, друзья, звук трубы сегодня для нас, это возможность сказать, Иисус, я хочу к моменту, когда седьмая труба прозвучит, быть готовым к твоему вознесению. Потому что то, что делалось тогда, много лет назад, и у пророка Иоиля это сказано такими словами. И будет после того, я и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. Так же на рабов и на рабынь в те дни и залью от Духа Моего. Прежде чем двинемся дальше, посмотрите, друзья, Господь говорит, я и залью. Но кто-то скажет, но это же было тогда сказано. Это в то время, когда там люди жили, сейчас нам это не особо надо, и сам себя этой ложью отрезает от этого потока. Потому что Бог пообещал излить на всех. И это Он не будет делать насильно. Он это делает с учетом нашей жажды и нашего желания. Когда мы говорим, Господь, я встаю на основании Твоего слова, и Ты сказал, что после сего, в последние дни Ты это сделаешь. Я думаю, что мы сегодня знаем, что живем в последние дни, потому что Израиль, как смоковница, для нас уже расцветает. И это для нас является серьезным показателем. Соответственно, когда я понимаю, то я начинаю об этом ревновать. Я хочу, чтобы пророческое помазание работало больше лично в моей жизни. И каждый человек, имея открытые внутренние глаза, это начинает видеть. А если не видеть, то значит, как минимум сказать, Господи, просвети очи моего сердца. Это то, о чем мы будем молиться в течение недели. Просвети, чтобы я мог верно видеть сезон. Чтобы я мог верно видеть свое собственное сердце, где я нахожусь и где мне надо находиться. Чтобы мне не пропустить этого потока, о котором Ты говорил много лет назад. И покажу знамения на небе и на земле. Кровь и огонь из толпы дыма. Еще, друзья, один из показателей того, что нам надо видеть знамения. Бог дает знамения сегодня в разных направлениях, но тогда, когда наши глаза закрыты, мы их не видим. Мы не понимаем, что нам показывает Господь. И какие-то знамения для меня лично Бог показывал несколько раз, чтобы я стала понимать, что это есть знамения. До тех пор, пока это просто было как бы случайность одна, потом вдруг накладывается второй раз, это же случайность. Потом буквально через три минуты третий раз, тогда уже сказал Господь, что Ты имеешь в виду? Почему это меня сопровождает в течение буквально десяти минут, три раза подряд? И так, когда несколько разных аспектов Бог показывал в моей жизни, и я стала говорить, Господь, я хочу понять, что это за знамения. Он мне стал выходить навстречу, расшифровывая эти знамения. И я верю, что это будет с каждым из вас, если мы будем внимательно смотреть на то, что Он показывает лично в нашей жизни. Почему это надо научиться делать? Потому что тогда, когда придут глобальные знамения, ты уже их не пропустишь. Ты научился их распознавать пока лично, в том плане, что Бог тебе дает. Через определенных людей, через какие-то знамения, через какие-то цифры, через какие-то баннеры и так далее. То есть Господь знает, как разговаривать с нами, когда мы внимательны к действию Его руки. В нашей семье, я думаю, чтобы уже кто-то знал, кто-то видел, что 30 лет нашей совместной жизни выпало именно на ту ночь, когда мы объехали город. Это было тоже не специально, но знамение для меня, это было знамение. То же самое, когда сегодня это трубный праздник, праздник труб. Ерехон обходили, чтобы потом протрубить трубами. Мы сегодня уже здесь могли протрубить трубой, когда мы объехали город. Это тоже знамение. Я хочу, чтобы мы начинали видеть эти вещи. И тогда, когда ты их обнаруживаешь постфактумом, а не специально их сам готовишь, то для тебя это такое удовлетворение, Господь, моя жизнь в твоих руках. Ты сам направляешь, как потоки вод. Ты сам даешь мысли, ты сам даешь чувства. И тогда ты начинаешь еще больше быть благодарным Богу за то, что Он знает нас досконально, работает внутри нас своими мыслями и желаниями, а потом через нас же это производит. И потому я желаю, чтобы наш город был обручен Господу так, чтобы эта печать обручения стояла до Его возвращения. Солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и страшный. Действительно, люди, которые пытаются проникнуть, еще ученики говорили, не все ли время ты восстанавливаешь царство Израиля? То есть ученики хотели узнать, когда это будет, что это будет. А Иисус сказал, не ваше время знать времена и сроки, и поэтому это нас тоже касается. Но все-таки события, которые нас побуждают об этом думать, они есть в знамениях, они есть в определенных и светилах, о которых мы сегодня и пели, кстати, и сейчас я еще прочитывала по поводу солнца и луны. И будет такое знамение. Солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и страшный. Я думаю, что вы знаете такие явления, как затмение солнца и как красная луна или кровавая луна. То вот в предыдущих столетиях это вообще почти не встречалось. Крайне редко, 500 лет назад это было. Но за прошлое столетие, это было два раза за период, когда было затмение. Это момент образования государства Израиль и в момент, когда была война. Закончилась война и государство Израиль укрепилось. То есть два знамения, которые Бог дал этому народу. В этом году и в прошлом году за период Пасхи и осенних праздников таких два явления происходило. То есть красная луна весной и красная луна сейчас. Имеется в виду в праздник кущи, в праздник труп. То есть вот эти два момента в 14-15 году. Поэтому люди ожидают чего-то сверхординарного. Того, что Бог предназначил для этого времени. Я сейчас не говорю о том, чтобы нам складывать чемоданы, ожидать Иисуса. Я нет. Я говорю о том, чтобы мы с вами готовы были каждый день и каждое мгновение. Чтобы вопрос освящения, потому что Он хочет совершить среди нас чудеса, он был. Момент ожидания нашего сердца, он был. Потому что ожидание невесты женихом или жениха невестой, это то, что хочет Господь видеть в нашем сердце. Не равнодушный подход, а ожидание. Когда мы будем говорить, говорить Ему, потому что написано «Дух и невеста говорят, гряди Господи Иисусе». И потому, когда мы с вами являемся этой невестой и готовимся ко встрече, то мы воздыхаем и говорим, Господь, гряди на эту землю. Что мне еще надо сделать? Как приготовить себе путь? Как мне отреагировать на праздник трубы? Я хочу быть в числе тех, кто знает силу трубного звука, кто знает силу знамений. Ибо всякий, кто призовет имя Господня, спасется, говорится в конце этой главы. Главы 2 Иоиля. И еще то, что мне хочется с вами сегодня просмотреть, это несколько ценностей, которые связаны с нашими взаимоотношениями. Я уже сказала, что на празднике самое ценное – это анализ себя у Бога в Его праздниках и взаимоотношения между людьми. И тогда, когда Бог дает нам на пути разных людей, как мы на них реагируем? На кого-то мы можем, так скажем, пройти мимо и, может быть, долгие годы, имея внутри себя, вроде бы, какую-то обиду, так и не прощать человека. Хотя внешне сказать, да уже все нормально, я его простил, и все вроде бы в порядке. Но как стоит задать Богу вопрос, Господь, а кого мне стоит еще простить? Есть ли такие люди? То, вы знаете, я в своей практике видела это множество-множество раз, когда мы с кем-то молились, когда сама молилась. И стоит только задать так Богу вопрос, тут же появляются какие-то лица или появляются какие-то ситуации. И когда ты задаешь Богу вопрос, Господь, ну вроде бы все уже решено. И вот тут Он хочет куда-то глубже повести, что-то больше предложить сделать. Может быть, чисто решением ты уже прикоснулся к этой ситуации, простил человека или общества, или людей. Но если Господь хочет тебя дальше повести, Он тебе предложит, что сделать. Может быть, позвонить, может быть, подарок купить, может быть, каким-то образом благословить сейчас этого человека больше, чем ты делал раньше. То есть таким путем Бог нас вводит в свои глубинные взаимоотношения. Праздник – это глубина отношений. И потому Господь предлагает нам и сегодня, вот в эти праздничные дни трубного звука и Йом-Кипура, как праздник осеннего искупления. А следующий праздник, кстати, праздник Кущей, а это праздник Тысячелетнего Царства, когда все три подряд праздника стоят на одной, так скажем, линейке. И потому у нас с вами, друзья, сегодня возможность попросить у Бога вот этого внутреннего зрения. Господь, а что касается моей глаз? Что я сегодня вижу, слышу, чувствую? Все ли у меня в порядке? Потому что для евреев, это знаете, что еще значило праздник Йом-Кипур? Это когда Господь взвешивает каждого человека, чтобы записать его имя в книгу жизни на следующий год. Я не знаю, проходит ли это на самом деле в Божьей канцелярии, но, по крайней мере, так верят евреи, что на следующий год твоя жизнь зависит от того, как ты проживешь эти 10 дней. Конечно, наша жизнь полностью зависит от того, как Агнец работал за нас еще на Голгофе и как мы это приняли. Но в любом случае есть та ответственность личная, когда мы приносим покаяние за какие-то неправильные вещи перед Богом. И сейчас я хочу рассказать одну притчу, связанную с человеком, который хотел внутреннего созерцания неба внутри себя, больше, так скажем, внутреннего анализа провести. И вот он искал место уединения. Пришел в лес. В лесу слишком, на опушке леса слишком много пели кузнечики и мешали ему сосредоточиться. Он ушел глубже в лес, а там сильно пели птицы. Опять они мешали ему. Тогда он пошел в пещеру, а в пещере капала копель, которая раздражала его. И он построил такой для себя коттедж звукоизоляции, чтобы ничто его не отвлекало. И тут он услышал очень внятно тиканье часов. Он снял часы и с раздражением их сбросил. И когда он зашел в тайную глубокую комнату этого коттеджа, где уже, казалось бы, ничего не было слышно, он услышал стук своего собственного сердца. И от этого был опять потрясен, что его это раздражает. Итак, друзья, раздражение живет внутри нас, а не снаружи. Если оно там есть, с ним надо разбираться. Не искать виноватых вокруг себя. Не думать, что кто-то ответственный за то, как я реагирую. А это внутри нас. Поэтому вопрос освящения. Очиститесь. Потому что я завтра совершу среди вас чудеса. И Господь имеет в виду совершить великое для тех людей, которые хотят большего. Для тех людей, которые соглашаются не останавливаться на достигнутом. И потому предлагает нам Господь и сегодня услышать стук собственного сердца и не испугаться этого. А начать разбираться, что же у меня там происходит. Какие мотивы, какие мысли, какие ожидания, какие действия уже оттуда вышли, какие слова выходят из моих уст. И когда мы начинаем эти вещи взвешивать, тогда мы на самом деле получаем от Бога возможность переходить на другой уровень глубины. Где бы ты тогда ни был, в пещере, либо на скале, либо под скалой, либо под водой, либо на воде, либо в лесу, где бы ты ни был, ты сможешь соединиться с небом. Потому что небо, оно реагирует на готовность сердца, а не на то, чтобы кругом была только тишина и такая, чтобы тебя никто и ничто не раздражал. Небо готово разговаривать с человеком, в чьем сердце находится Божий шалом. И я хочу благословить и себя, и вас вот в этот праздник труп, праздник Йом-Кипур, как день искупления. И праздник кущи, который является будущим событием наших взаимоотношений уже в тысячелетнем царстве, чтобы мы готовились сегодня, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok